Ой, с Петей это прямо чудо было. Где он тебя когда брал? Это самое, в Молдавию он приехал, Сережа женился на Ане, на Всевыановой, ну, это ее племянница. Всевыановой племянница, сестры родной, дочка. Ну я на этой свадьбе была. И в Венчане было, в Тирасске или там. Ну я говорю подружке, она такая у нас, ну, неверующая подружка была. Я говорю, пошли посмотришь, пошли поглядишь хоть. И вот мы пошли с ней. И вот на Венчане там с ним познакомились. Ну я ему, конечно, понравилась. Потом, значит, к речке. То есть ты похожа, или дождь похожа на тебя. Да, да, да. И это самое, пошли мы к речке. Они там ныряли, ну, сибиряки, апрель месяц они ныряют, а я в шубе стою в шапке, теплой, холодно. А сибирякам ничего. Ну мне тоже понравился. Ну тут выходит, они там, кто выходил с речки, стопочку. И яблочко. А это старобрядческое. И яблочко. А я вообще не пью. Старобрядцы обязательно выпивка. Они запиваются, священники пьяные падают. Не надо, я не... Ну и он мне говорит, на, выпей. Ну, прямо таким тоном, приказным. Это старобрядец настоящий. А я говорю, ничего подобного. На яблоко съешь. Я думаю, такая холодина, еще яблоко на морозе есть. И яблоко есть не буду. Ничего не буду делать. Он почувствовал характер. Да ты непокорная. Такая мне не надо. И с моей подружкой вот этой, которая со мной была. Так как будто ты уже была пленена им, и такую она отвергает. Еще не поймал, уже ободрал. Да. Медведя. И вот он с подружкой переписывался, звал ее сюда, все, что она приедет. То есть не на тебя внимание обратила, а на подружку? Нет, он вроде как любил, но вот он не мог смириться с тем, что это я водки не выпила. А я говорю, я вино не пила. Почему я водку должна пить? Умница моя. Я такой не пью. От вина многие погибли. В вине блуд. Он хотел, чтобы тебе мозги запудрить этим вином. Нет, я говорю, я не пью. И потом, значит, потом он один раз приехал с Долговым. Вовку Долгового, не знаете? Приехал с ним. Кому? Вовку Долгового? Вовка Долгового. Я его как облупленного с таких пор знаю. Вот, вот, я его тоже. Но я его не знаю, я его не знаю. Знаю, когда он там попался за тот грабеж, как сидел, все это. Вот он приехал, я с ним не поехала. А потом моя бабушка. А я сидела дома, никуда не выходила. Бабушка была старенькая, больная, ухаживала за ней. Ну, на работе работала. И говорю бабушке, вот буду сидеть дома, замуж не выйду. А она говорит, да выйдешь ты замуж. Я говорю, если на воротах напишу, что заходите, что невеста тут уже сидит. А она говорит, сами приедут. Не надо никуда ходить, сами приедут и заберут. По запаху. Да. Ну, я сижу, говорю, ну вообще, она мне говорит, ты молись горе Самону и Авиву. Вот я начала, один день помолилась вечер, спать легла и снится сон мне. Вот лежу я на кровати, лезет ко мне мужик бородатый, бородой. И прям вот так ползет по кровати. Я взяла его, куда ты ползешь? Взяла его, скинула ногой. Паразит какой-то. Ну, какой-то еще старый. Еще старый жених какой-то лезет. Потом, значит, второй день молимся. Ты себе цену знала уже, что ты неплохо выглядишь. Нет, я вообще ничего не знала. Ты себя красавица не считала? А я думал, что ты просто так высокого мнения была. Потом, значит, опять снится сон, как будто бы опять этот мужик лезет. А у нас дедушка умер, а дедушка с бородой вообще. И я думаю, неужели это покойник лезет мне на кровати? Ну, и бабушка мне говорит, ну, что тебе снилось? Я говорю, да ничего не снилось. Страшно говорить, что снилось. А ты духовный покойник и лез к тебе. Духовный. Покойник, да? Духовный мертвец. Мертвец, да? Он пришел и живет. Ну, а потом, значит, приснился, опять лезет. И я его не выгнала. А Бетя один раз приехал в Молдавию, я ему отказала. Сказала, что ты тут запасной аэродром нашел? С подружкой дружил три года, а со мной жить захотел. Запасной аэродром. Лягующие слова. Вот это отбрило его. Может, за это сейчас и на тебя иногда и восстает. Ничего не восстает. Что ты его съездила по рогам тогда. Нет. Потом второй раз он, но он уже с подружкой, он ее до последнего звал. Мама ему письма писала, ей писала, этой девушке. Звала сюда. Потом второй раз приехал, я опять ему отказала. С чего я с тобой куда-то поеду? А потом третий раз приехал, точно, я с ним согласилась и поехала. А поехала просто Россию посмотреть. Нигде не была. Посмотрела. Хорошо, что ты согласилась, иначе бы мы с тобой не встретились. Может, все твое замужество было ради вот этой встречи, чтобы ты о Христе услыхала, получила Евангелие. Ты бы там засохла и никогда ничего этого не узнала. А молодование, они любят вино делать. Они любят вино делать, и они вот в церкви Евангелие читают. А у нас в доме бабушка все время говорила, дедушка Баптиста одного привел, у них Евангелие раньше. Раньше было. У нас такого не было в жизни Евангелия. А бабушка говорит, пусть идет отсюда, вон с Евангелем, с дома, со своим. А я говорю, бабушка, Евангелие, наверное, что-то и гонишь Баптиста с дома. Пусть он что-нибудь скажет. Выгнала его. У них это... Я говорю, вы же вот читаете вот Евангелие в церкви? Это же с Евангелия читают. Оно неужели бывает другим? Ну-то тут-то понятно, оно режет. А в церкви непонятно, его там что-то тянут. И все дорогу я говорила. Ну и как ты вышла-то замуж, он тебя повез сюда, венчались ты где? Венчались в Новосибирске, отец Михаил был там. Ты уже поняла, что это судьба твоя, как говорят. Да. Больше тебе всего в Питере что тебя насторожило? Еще до свадьбы. А насторожило, вот я ему говорю, вот теперь будешь любить всю жизнь, а он говорит, после венчания. Бить? Я ему говорю, любить будешь теперь всю жизнь. А он так посмотрел на меня, говорит, что за красивые глазки тебя любить? Я обиделась, конечно. И это ему все время говорю. Он говорит, вот ты меня не любишь. А я говорю, а за красивые глазки не любят. Ты меня не любишь. Любить не говорить надо, что ты любишь-любишь, а делами, поступками. уважать. А что любить? У русских было всегда как слово люблю. Живу не было. Ну а как жили? Я жалел ее. Слово жалел означает во всем уважал, любил, берег, сохранял. Какое слово емкое было, а я жалел жену. И жена вспоминает о Божьем. Какая была жизнь? Он жалел меня. То есть от непосильной работы, от гнета, от обид, от оскорбления. Вот одно слово, оно все вмещает в себе. Ну а потом, что новое открылось в нем, что вам не нравилось, и что больше всего понравилось. В совместной жизни в нем приоткрылись какие-то другие стороны, которых ты не видела. Ну вот он быстро отхочет. Он может покричать, покричать, и вот все. Можно подойти, сказать, Петенька, все, там его поцеловать. Он все уже, уже забыл, что там было. Ты запомни, когда люди разговаривают, так мы с собой понимаем, а когда начинает гневаться, один голос повышает, другой. И когда Петя кричит, скажи, а ты что кричишь, я же рядом. Это означает, духовно мы отдалились. А когда друг друга любят, люди разговаривают не просто голосом, а шепотом. А когда уже сильно любят, вообще никак не говорят. Селуются, стоят в глаза, друг друга смотрят. И когда зашумит, ты скажи, Петя, между нами уже расстояние большое, давай помолимся. Глуши молитвы. А он нет, ты не разговаривай. Лес, в ручку, в уроке и в угол. Я сам не могу молиться. Как так? Там слово я не так прочитала, ошибку сделала. Там я это самое, это, он прям орет, не так перекрестилась, не так это. Я говорю, Петя, я так не могу молиться. Он молится, как старый иудей. Молитва должна быть своими словами даже, не только открытая. Павел говорит, открывайте свои желания перед Богом. Богу хочется не манекен держать, а чтобы живая была душа, открытая сердцем для Бога. Ну, он может и прав где-то. Но я говорю, ну, если вот ошибку сделать, что так это, возмущаться? Что там, звезда за звезду засыпилась, что же? Ну. Так, еще что ты в нем заметила положительное? Ну, положительное в чем положительное? Он добрый. Бывает добрый. Сколько он получается сейчас в месяц привозит? Ну, и по 20 бывает тысяч привозит. Ну, тяжелая работа. Очень тяжелая. Очень тяжелая. У него все болит. У него уже болящих много. Все болит и он все равно работает. Почему он болит-то? Ну, может, ты его жареным там на масле жареным. Не жарь больше, даже к плите не подносим. Растительный, на масле не поддается термической обработке. Запомни это. А, запомни. А что бабушка наша? 90-летний. Это другой настрой людей был. Она наше здоровье, то нам этого как раз хватает. Бывает, человек жил, всю жизнь курил и живет 90 лет. А сегодня, который курит, он сел 47 лет, наркоман, 36, больше он не живет. Это народ был совершенно другой. Другой у него жизненный запас был. У тех другие родители были. Он генетически был предрасположен большему житью. А если бы она не жарила, она бы 120 прожила. Вот так надо же рассуждать. Остальное это время, ну, такова. Я вот к ней привыкла, вот сколько я, 22 года с ней живу. И она мне вот даже как-то ближе, чем мать моя родная. Потому что, как бы с матерью мы столько не общались, столько времени проводили, вот, все, то школа, то работа, то учеба. Вот ваша свекровка, это Александр Иванович, жена Антонина Симонова. А почему она не с другими детьми живет? Или она к ним не ездит? Ой, ездила везде. И что, не пожилось? Я не знаю, сюда едет. А это тебе плюс уже? Ну, не знаю, что на ней живет. А кому надо она? Федя привыкать. И вот она у Феди пожила, прибежала бегом сюда. Я говорю, что Федя, плохо? Она говорит, плохо. Я привыкла к тишину, покой, чтобы все было это самое тихо. А у него там народу полный дом. И внуки не с ней выросли, к ней не привыкли. Мои девчонки-то привыкли к ней, а как-то родная. А там, вроде, они и родные, а далеко. А у Сережи что, далеко? У Сережи тоже далеко. Так, а у Вани? Он же священник. А у Вани жена там с характером. Жена, понятно. Ну, она никак бы с характером. Ну, вот какие-то есть у нее такие премудрости? Что-нибудь в голову себе вобьет, непонятно что. Вот видишь, как Господь устроил нашу встречу. Я даже не думал, вот скажу, что я прийду сюда, встречу тебя и искренне полюблю. Миша приезжал к нам, этот Сережин сын, в Украину. Вот был зимой. И что, они тебя юридически никто не называл? Нет, они, знаешь... Ну, не так молишься, не так произносишь. Нет, ничего вообще не говорят. А Федя, Федя, тебя не называл такой? С Федем и вообще. Он может то толстухой назвать, что Федя. А ты ему докажи, что не такая. Сейчас начни поститься, лишние 34 килограмма сбрось, и ты вот такой трассиночкой прежней будешь. Может, на работу попутно вас увезти? А куда вы? А вы сейчас в сторону Абакана поедете? Мы сейчас едем в библиотеке вашей. А, ну, я поеду с вами, там на автобус сяду, ну. Возле церкви, там, библиотека. Я подвинусь здесь, вот, собака, да? Ага, ладно. Ты самая первая сядешь. Ага, ладно. Так, еще что-то хотелось сказать, может быть? Ну, что, я много чего хотела показать, все забыла. Теперь приглашаю в гости к нам. Ага. А мы к вам приедем? Леня сейчас купит машину с вахты приедет. Ага. И вот он сказал, мы поедем к Володе, к Валеным, всем дитям. Вы там же недалеко живете? К Витали? А рядом? Ну? Прямо совсем рядом. Вот только что у нас сейчас с мамой будет. Мы же ее одну оставить не можем. С рукой вот это случилось. Говорит, попалась, говорит, сноха лихая. Я не могла ужиться с ней. Ага. А с тобой она ужилась, это тебе уже плюс. Сама она ужилась. Она со мной даже лучше живет, чем с Петей. С Петей не сильно это самое. А моя мать, ее не хотели, чтобы мой отец, когда он за ней ходил. А пришлось умирать в моем доме. У нее три сына, все на фронте погибли о бабушке. Ну а старая там теряла что-то из себя. И отец говорит, я даже каргою ни разу не назвал. Вот так. И в моем доме, в отцовом доме умерла. А они отца считали как придурок, он такой, он любил выпить. В жизни все переворачивается. Не зарекайся, не плюй, говорит, в колодец, пригодится воды напиться. Так, сейчас я сумочку возьму свою. Ну давай. Сейчас мы Сергея сюда сажаем и уехаем. Продолжение следует...